Доброе утро! Во-первых, я хочу напомнить о том, что очное посещение лекций намного лучше заочного. И в первую очередь потому, что качество онлайн Тимофея Федоровича, качество подачи намного больше вашего увлеченности. Кроме того, откладывая просмотр, вы себя мните, что вы посмотрите. Вы обязательно это все когда-нибудь... Начинается прокрастинация. Этого лучше не делать. Второе, лучше не опаздывать. Я не всегда опаздываю на 5 минут. Я не буду экономить и откладывать самое интересное на потом. Я выложу все самое интересное в самом начале. Поэтому просьба, а, не опаздывать, б, приходить. И цвет, и вкус, и запах, все, что невозможно, закодировать и передать через аудио-видеозапись. Только два канала, здесь целых пять. Вот. Итак, мы с вами сейчас неожиданно достаточно поговорим не о программировании, а о системах числений. Система числений. По идее, это проходит в школе. Если вы готовились к игре к информатике, то проблем быть не должно и вообще вопросов. И тем не менее, я знаю, что большинство из вас не проходило, не готовилось к игре к информатике, а в школе все давно забыли или не было. Итак, системы числений бывают непозиционные и позиционные. Вот они глобально делятся на непозиционные и позиционные. Непозиционные системы с числением относятся. Вот давайте я приведу три примера. У нарвая, в ней одна единственная цифра, в ней можно записывать только положительные числа. Ноль и отрицательные числа, закодировать в ней невозможно. Она отвечает количеством объектов. Она активно используется в педагогике, начальных классах и подготовишке. Палочки. Счетные палочки. Камушки, палочки, узелки на веревочке. В общем, у нарвая система исчисления. Она тривиальна и проста. Ее изобрели, можно сказать, все национальности, все народы. У всех, причем у большинства использовалась палочка, поэтому цифра один, она вот так. Да, и в римской системе числений. Ну, кстати, римская система исчислений. Между прочим, римская система исчисления, она содержит апгрейд. То есть, когда нам надоедает рисовать палочки, мы вместо этого рисуем галочки. Когда надоедает рисовать галочки, мы вместо этого рисуем крестик. Когда надоедает рисовать крестики, мы вместо этого рисуем буковку L. Когда надоедает рисовать буковки L, а две вот эти вот штуки, они как две пятерки, да, две пятидесятки. Вот две пятидесятки это сотни. Ну, потому что она, хотя римская система счисления не позиционная, тем не менее, на десятичную ориентируется, на 10 пальцев. Ну да, рыночное средство счета, вот оно. Всех выкуп. У греков интересная система счисления. Она круче, потому что у нее цифр больше. Ну, тут на самом деле дальше есть еще там c, 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 c. Это у нас d, а d, d это m. Ну, правильнее писать плюс, потому что две буквы l и две буквы d никогда не пишут. Как и пять букв x, как и пять черточек, палочек. И еще есть лень. Вместо четырех черточек пишется одна черточка и галочка. То есть там за счет их расположения взаимного друг к другу получается как бы вычитание. Как бы, да, вот эта вот штука, это не до 5, без единицы 5, да. Без десятки l это 40, xl. Вы, наверное, видели размер такой маленький, да. Правда, почему-то x, xl это больше, чем xl. Потому что на самом деле это уже скорее extra large, x extra. То есть это уже не совсем, это не 40 на самом деле, но тем не менее забавно. Да, вот xl это значит 40 на римской системе численности. В греческой намного интереснее. В ней буквы это цифры. Альфа, вита, амма, ну и так далее. Правда, цифры появились в древне-древнегреческом. Поэтому в обычном древнегреческом языке уже нет, нету трех букв, которые остались в цифрах. Понятно, да? Вот такая забавная, интересная вот. Оказывается, было еще там древне-древнегреческий, и какие-то буквы там исчезли. Ну как, в русском языке исчезла буква яти, какие-то еще. Вот. Надо сказать, а, я упомяну еще четвертую непозиционную. Это церковно-славянская. Церковно-славянская. Ну или просто славянская. Но поскольку славянская язык письменность появилась в церковной серии, благодаря Кириллу и Мефодию, и они же, собственно, сделали кальпус греческой системы числений. Церковно-славянская система числений, между прочим, она, как и римская система числений, в принципе используется. В книгопечатной продукции церковной, для богослужебных текстов, Прямо так и пишут числа. Между прочим, я запишу вам одно число. Вот оно выглядит, буковка R, похожая на РО, как оно славянское, да? Вот А, она ни на что не похожа, она специфическая. А И бывает восьмеричная, две буквы И. Ну вот такая тильдочка означает, что это число. Вы думаете, я слово Рай написал? Нет, эта тильдочка значит, что это на самом деле число, а не слово. И это значит 111. Причем 100, а это альфа, ну как бы она соответствует, 1 над цать, а это десятичная И. Ну это вот такие вот мелочи. Это, конечно, все забавно, но вычислять, вот даже, допустим, вам из всех их, и из них, конечно, римская система числений. Да? Но если я вам задам реальный пример, какой-нибудь, ну, например, X, A, E, V умножить на, ну, например, X, 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 галочка, галочка. Ну-ка, не переходя в десятичную. Слабо? А? Автоматически переводишь в десятичную. Да, в том, ну, никуда не денешься, но когда ты сразу воспринимаешь, переводишь мысленно, умножаем в столбик. А столбик не работает в чистом виде, нет алгоритмов удобных. Ну, естественно, были алгоритмы неудобные для умножения, да, но вообще умножение превращается в такую сложную операцию, которую без АБАКа, там, говорил, счеты, да, не выполняют. Ну, короче говоря, они неудобные. И переход произошел достаточно естественно к позиционным системам числений. Первая позиционная система числений, насколько мне известно, изобретена в Бавилоне. И она была шестидесятиричной. Ну, или двенадцатеричной. Там все было как бы кратно двенадцати, но шестьдесят тоже использовались. У них не было цифры ноль. Они ставили как бы галочку для того, чтобы пропускать разряд. Вот, я цифр вавилонских не знаю, писать их не буду, как и цифры Майя, тоже не знаю, не буду. Ну, в общем, есть древние системы числений позиционные, но до нас дошла, собственно, в качестве основной позиционной системы числений, так называемая, десятиричная. Надо сказать, что она не единственная. А вот та самая двенадцатеричная, она с ней некоторое время конкурировала. Некоторые ученые радовали за то, что, ребята, надо нам все-таки в двенадцатеричной системе числений работать. В средние века, когда формировалось научное сообщество, вот ей были достаточно поздние, которые говорили, нет, вот это лучше. Знаете почему? Потому что здесь больше признаков делимости на одиннадцать, на тринадцать, ну, как в десятичной на девять, на одиннадцать, да? Здесь и на одиннадцать, и на двинадцать, и на три, и на четыре, на двенадцать. Вообще очень удобно, ну и на два, естественно. А в десятичной только 2, 5, там и 9, 11. Ну, в общем, в итоге не сложилось. Все-таки пальцы победили, десятичная победила, десятичная или десятиричная, я уже буду, вот, как бы, и так, и так, да? 10 сочетаний. Но в какой-то момент, собственно, возникла двоичная система исчисления. Двоичная система исчисления возникла именно с развитием собственного исчислительной техники. Ну и, собственно, проблема, точнее не проблема, а оказалось, что почему бы не использовать куричные системы исчисления. Итак, давайте с вами разберемся в общем виде с позиционными системами исчисления. И запишем так называемую развернутую форму записи числа. Развернутая форма числа. Запишем число 1, 2, 3, 4 в пятеричной системе исчисления. Кстати, сколько цифр в куричной системе исчисления? Ку. В пятеричной сколько цифр? 5. А если бы я записал так, 1, 2, 3, 4, 5 в пятеричной, это правильное число? Нет. Почему? Потому что есть цифра 0. И 5 цифр. Такой нет. Она 6 была бы цифрой. В десятичной нет цифры 10. Здесь само основание системы исчисления в куричной системе исчисления невозможно записать одной цифрой. Оно записывается уже двумя цифрами. Итак, давайте я ноликом уберу. 1, 2, 3, 4 в пятеричной системе исчисления. Как нам это, собственно, понять? Давайте возьмем твердый предмет. У меня вот есть. Возьмем твердый предмет и ударим по этому числу сверху. Бдыщ, ударим. Что у нас получится? Но во всех позиционных системах исчисления работает столбик. Или, короче говоря, это число равно чему? 1, 0, 0, 0 в пятеричной, плюс 2, 0, 0 в пятеричной, плюс 3, 0 в пятеричной, и чему еще? 4. Очевидно, что система исчисления это способ кодирования числа. То есть, как его записать. А само число, оно не зависит от способа записи. Если на вас поступает вот столько солдат, то вам не важно, как это записано. Вот они, вот реальные солдаты, вы их посчитали, не важно, как записали, в римской, греческой, или пятеричной, или десятичной, или двоичной. Поэтому, если я смогу перевести вот эти числа в десятичную систему исчисления и сложить их, то результат сложения этих чисел в десятичной системе исчисления будет равен исходному числу. Понятно? Итак, что такое 1 и 3 нуля? Когда цифра перемещается на разряд ливерия, она становится более мощной в Q раз. То есть, это уже не 3, а 3 дцать. Если бы это была десятичная система, сейчас я скажу, а это 3 пятерки, короче говоря. Или 3 умножить на 5. Ну, это понятно, это единицы, они всегда единицы. Это последняя цифра, она и значит саму себя. А это 200, или 2 двадцать пятки. Понимаете, да? Сотни это что? Это 10 в квадрате. А 2 сотни, я бы сказал. А здесь 2 двадцать пятки. Потому что она в 5 и 5 раз больше. Это 2 умножить на 5 в квадрате. 1 умножить на 5 в кубик. Или, короче говоря, у каждой цифры меня интересует количество нулей. Ну, давайте, во-первых, посчитаем, досложим. Это 125 плюс 50 плюс 15 плюс 4. Итого. У меня получается 4. Здесь у меня получается 9. Здесь 1. 194 в десятичной системе с числением. В десятичной обычно не пишут этот индекс. Ну, я добавлю, чтобы сейчас было понятно. То есть, вот это число, оно равно 194 в десятичной. Ну, сразу легче. Ну, правда, все вот эти действия, долбание числа можно не делать. Можно сразу посчитать. У четверки ноль ноликов справа. У тройки один нолик справа двойки. Два нолика справа единички. Три нолика справа. Да? И сразу записать, собственно, развернутую форму записи числа. А именно, 1 умножить на 5 в кубик. Плюс 2 умножить на 5 в квадрате. Плюс 3 умножить на 5 в первой. Плюс 4 умножить на 5 в нулевой. Ну, понятно, 5 в нулевой это единица. Да? Поэтому, ну, я так для паранойи написал. Но эта паранойя, на самом деле, цена. Знаете, почему? Потому что у вас могли быть дополнительные знания. 1, 2, 3, 4, запятая... Вот 5 я не могу написать, да? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Пятеричная система числа. Я дробь пятеричную пишу. Не десятичные дроби, а вот пятеричную дробь записал. Проболожаем. У меня какая-то паранойя. Да, я в минус 1, минус 2. Никаких проблем. Что это получается? Плюс 1 умножить на 5 в степени минус первая. Плюс 2 умножить на 5 в степени минус вторая. Поняли? То есть, когда у нас возникнут там двоичные дроби, никаких проблем. Логика как в десятичных. То есть, это количество пятых долей, это количество двадцать пятых долей и так далее. Чем хороши позиционные системы числений? В них запись числа однозначна. То есть, любая катаграмма из цифр соответствует числу. Любому числу есть катаграмма. Ну, для иррациональных чисел, правда, она бесконечная, но это в десятичной и та же проблема. То есть, такие числа, в принципе, иррациональны, и записывать очень сложно в конечном объеме памяти. Есть еще одна форма, которая позволяет расшифровать собственное значение числа. Ну, я давайте покажу ее на сокращенном 1, 2, 3, 4, а это дело я отсюда грохну все-таки. Это было только для понимания, как возникает разводная форма записи числа и почему она такая. А теперь схема Горнера. Схема Горнера вообще-то используется для, там, если мы подобрали корень и многочлена, то один многочлен можно поделить на другой. Помните, да? Вот здесь схема Горнера для систем счислений. То есть, это не та самая. Это схема расшифровки числа. Итак, я хочу расшифровать 1, 2, 3, 4 в пятеричной системе счислений. Как я его буду расшифровать? Давайте попробуем слева направо. Ну, что такое 1? Понятно, это 1. А что такое 1, 2 в пятеричной системе счислений? Это 1 умножить на 5, чтобы дописать к нему 0, да? 1 умножить на 5, это, по сути, 1, 0 в пятеричной системе счислений. Правильно? И я к этому 1, 0 прибавляю двойку под стыковую цифру, последний туда, да? Вместо нуля. Плюс 2. Таким образом, я теперь, если посчитаю, я узнаю значение числа 1, 2 в пятеричной, ну, ровно 7. Если я хочу расширить свое знание на еще одну цифру, мне что-то требуется. Все получившееся, то есть число 1, 2 в пятеричной, домножить на 5, то есть дописать к нему 0. Домножение на основании системы счислений, это дописывание нолика. Домножаем. И прибавляем, собственно, тройку в качестве последней цифры. Последний раз делаем то же самое, то есть я число 1, 2, 3 в пятеричной домножаю на 5, то есть дописываю нолик, и прибавляю последней цифрой 4. Поняли логику? Эта схема Горнера удобна для вычисления на старом советском калькуляторе, который не поддерживает приоритеты операции. Современный калькулятор на смартфоне, он, конечно, начнет, если вы будете писать 1 умножить на 5 плюс 2 умножить на 5, то он за разом скобку не поставит, он будет двойку умножить на 5. А тот он автоматически, у него нет памяти, и он автоматически при нажатии умножения все вычислял. Теперь вам придется 1 умножить на 5 плюс 2 равно умножить на 5 плюс 3 равно, ну, нажимать лишний раз равно приходится. Но в этом смысле схема Горнера, она проста для реализации, в частности, и на компьютере для сборки числа, для его интерпретации слева направо по символю, по цифрам. Понятно? Ну, так, чтобы вы знали. Кроме того, она хорошо показывает нам, что последняя цифра у числа это остаток при делении на 5. Да? Ясно. А если я поделю на 5, ну, вот она, эта пятерка, да? Если я поделю на 5 с отбрасыванием остатка, то я получу что? Частное. Предыдущее число, да? Если я снова возьму остаток при делении на 5, то это что? Следующая цифра с конца, вот она, да? Почему? Ну, потому что вот тут умножить на 5 плюс 3, это делится на 5, это остаток. Да? То есть я могу сконструировать механизм вытаскивания цифр из, собственно, числа. То есть перевести число в нужную мне систему счисления. Понятно, да, логика? Давайте это реализуем. Попробуем 194 перевести из десятичной в пятеричную. Ну, мы ответы, наверное, сможем сравнить, да? Делим на 5. Что у нас получается? Минус 15, 44, минус 40, короче, 38, да? А частное 4. О, прошу прощения, остаток 4. Частное 38. Это последняя цифра. Сравниваем истинно так. Дальше. 38, это вот все оставшееся, вот это. Делим на 5, минус 35, 7, частное 3. О, это упало. 7 делим на 5, остаток 2, частное 1. В последний момент, когда возникает частное, меньшее, чем делитель, то оно уже является последней, собственно, цифрой, самой старшей. Надо прочитать эти цифры справа налево. 1, 2, 3, 4, пятеричная система в числении. Вот он, механизм перевода из десятичной в уричную систему в числении. То есть сама развернутая форма записи числа или схема Горнера является механизмом перевода из уричной в десятичную. Это в каком-то смысле. Расшифровка числа, а зашифровать. Вот он, механизм, вот это последовательное деление. Собирание всех остатков. Даже если остаток будет 0. Этот 0 имеет смысл. Понятно? У меня нет времени этим заниматься подробно. Я показал. 1, 2. А, пора двигаться к двоичной системе счисления. Двоичная система счисления абсолютно такая же. Но у нее есть плюс. А именно, к ней мало цифр. Это же чудно. Если бы меня пустили в начальную школу АХ, преподаватель младшепластика, то я бы очень быстро с ними разобрался. Я бы сказал, ребята, смотрите, сейчас я вас научу складывать умножение. Хотите таблицу умножения выучить? Пожалуйста. 0 умножить на 0, 0. 0 умножить на 1, 1. 1 умножить на 0. 0. 1 умножить на 1, 1. Все, мы знаем таблицу умножения. Таблицу умножить на 1, 1. Таблицу сложения выучить? Пожалуйста. 0, 0, 1, 1. Складываем. 0 плюс 0, 0. 0 плюс 1, 1. 1 плюс 0, 1. 1 плюс 1, 2. Только в том, как записать. Но ответ какой? Давайте в столбик решим эту задачу. 1 плюс 1, я хочу добавить 1 к этой цифре, а цифры 2 нет. Что происходит? Переполнение разряда. И у меня что? При переполнении, то есть единица, она как бы девятка. Что происходит при добавлении к девятке единички? Она сбрасывается на 0, и точка в следующий разряд. Но поскольку там складывается больше не с кем, то получается просто 1, 0. Ясно? То есть двойка это 1, 0. Ну логично, да? Если в куричной системе числений, в любой куричной системе числений, это кстати формула. Давайте я вот действие напишу так. 1, 0 в куричной системе числений это куб. Это просто и понятно. Кстати, если у числа в конце 0, значит оно делится на основании системы числений. Если там 2, 0, то оно дважды делится на основании системы числений. Понятно? Ну вот, конечно. Так. Ну что? Давайте что-нибудь с вами вот такое вот сделать. А скажите, кто-нибудь из вас владеет двоичной системой числений на уровне сложения, начитания? А? Да. Кто? А можете решить? Да. Ну давайте. С пояснением, где там происходит переполон. А я пока досочку сотру. Не, ну это когда я школьникам это рассказываю в классе, я всегда вызываю, а у вас тут еще и вы знаете. Там где 10 раз не должно быть? Складываем вот эти единицы, здесь происходит переполнение разряда, мы сюда пишем 0, сюда запоминаемые единицы. Здесь складываем 2 единицы, происходит переполнение разряда, пишем 0, сюда приходит единица, здесь опять переполнение 0, мы уже 2, 2 единицы. Ха-ха-ха, неправильно. 1 пишем. Там возникла какая-то ситуация, можно мелодию подсконечку? Смотрите, 1 плюс 1 плюс точка. Да? Ну это по сути что такое? Это число 3, ну это единичка, точка это единичка, да? Значит что у нас получается? Это значит нам нужно выяснить, а как записывается число 3. Ну понятно, что число 3 записывается вот так, да? Да. Ну значит что у нас? Единица идет, собственно, в этот и точка в следующий разряду. Ну и здесь тоже складывается 1 и 1. И получается 2 единицы. Так, ну все, да, только единичка самая левая, она уехала еще левее. Так, все, спасибо большое. Самое забавное происходит в обычной системе счисления во время умножения. Потому что там возникает интересный эффект, который обычно не наблюдается в десятичной системе счисления. Из-за того, что мы обычно с вами про маленькие числа говорим. Давайте какое-нибудь число я возьму. Не очень большое. Что такое 6-битовое число? Оно меньше чем 2 в 6. Меньше чем 64. Это маленькое число. Ну и какое-нибудь еще число. Ну, например, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ну, вот, например. Тоже число меньше чем 64. Никаких проблем в перемножении 2 числа. Самое главное, посмотрите, как забава. Ведь домножать на единицу тривиально, надо просто переписать, а домножать на 0 еще проще даже переписывать, не надо. Значит, это что? Я переписываю это число один раз. 1, 1, 1, 0, 1, 1. Отлуп. Следующее. Ну, я справа налево буду это делать. Я это число переписываю еще раз. 1, 1, 0, 1, 1, 1. Главное не перепутать сдвиги разряда. Да? Еще. Единичка. Значит, я еще раз переписываю это число. 1, 1, 0, 1, 1, 1. Дальше нолик. Не переписываю это число. Дайте одну единичку. Беру для скорости, чтобы нам не уехать слишком вниз. Нолик. Не переписываю единичка. Еще раз переписываю это число. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. И это дело осталось сложить. Классическое умножение в столбик. Ясно, что человек должен ехать, когда он на ноль не путешествует. А, точно. Я забыл съехать на ноль. Спасибо. Чуть не это. 1, 1, 1. О! Ну, теперь аккуратно складываем. Единичка, это единичка. 1 плюс 1. Это ноль и точка в следующий разряд. 1 плюс 1 плюс точка. Уже разбирались с этим. Да? Это единичка и точка в следующий разряд. 1 плюс 1 плюс точка. Это единичка и точка в следующий разряд. А теперь возникает 1 плюс 1 плюс 1 плюс точка. Ну, то есть единичка. Это что такое? Это 1, 0, 0. В двоичной состязательности. Ну, 4. 2х2. Ну, естественно, единичка 2, 0. Это что? Значит, в разряд у меня пишется 0. А точка идет через разряд. Понятно? Ну, такая мелочь. Она могла бы возникнуть в десятичной системе числений, если бы у нас в столбах складывалось, там, не знаю, 10, 11 девяток. Даже 12 девяток. Вот 12 девяток в столбике в одном разряде могли бы привести к переполнению, где больше 100 единичков. Точка пошла бы как бы через разряд. А здесь это происходит очень рано, уже на четверку. Поэтому это рано и заметно. Здесь опять 4 единички. То есть 0 и точка через разряд. Ну, здесь все как бы обратно склопывается. То есть тут точка. Ну, правда, получалось две точки сюда. То есть снова 1, 1, 2 точки. 0 и точка через разряд. Здесь единичка ни с кем не схватывается. Здесь 1 плюс точка это 0 и единичка в следующий разряд. Вот этот результат. Если вы выучите наизусть степени двойки, хотя я вам это рекомендую, степени двойки лучше знать наизусть, то вы сможете очень быстро работать в двоичной системе числений. А именно, ну, я вам покажу развернутую форму записи числа в очень сокращенном виде. Ну, вот, например, вот у этого числа 0, 1, 2, 3, 4, 5. Это количество ноликов после каждой цифры. Ну, или индекс разряда. Что у меня будет теперь? Я знаю, что 2 в 5 это 30. Ну, давайте, не знаю, я вам выпишу степени двойки. Степени двойки. Двойки. Итак, 0, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 8, 4, 16, 5, 32, 6, 64. Если кому-то сложно запомнить, то есть мнемонические мелочи. Например, 5 равно 3 плюс 2. А 64 начинается с 6. Потому что 64 это какая степени двойки? 32 это какая? Ну, это чистая мнемоника. Седьмое. Это 128. Ну, тут начинаем по размерам флешек. Запомним. Восьмое. Это 256 цветов радуги. 256 цветов оттенков серого. 9. 512. 10. 1024. Дальше не обязательно. А эти обязательно. Вот с этим 1024 связан еще один большой глюк в истории информационных технологий. 64 килобайта. Это вранье. Когда это говорилось, на самом деле подразумевались кибибайты. А названия такого еще не было. Кибибайты появились в 90-х годах. Вот это кибибайты, ну, как бы соответствует бинарной приставке. То есть это делается 2 в десятой. Оно лукаво похоже на 10 в третьей. Отличается на 2,5 на 2,4%. Негодная, да. Поэтому кибибайты отличаются от килобайта на 2,5%. Мебибайты отличаются от мегабайта, 10 в шестой, на 5% почти. Гибибайты отличаются от гигабайта уже на 7 с лишним процентов. Тибибайты от терабайта отличаются на почти 10%. 10% так вот уже в карту положить можно. Поэтому производители жестких дисков пишут емкость жестких дисков в терабайтах. А если вы посмотрите их в операционной системе Windows, то окажется, что вроде бы емкость меньше, чем заявленная. Вас обманули? Нет. Все в строках системы IC. Но это не тема наша, да. Я упомянул, чтобы вы знали. И более того, в России до сих пор еще не выстроено четко, нет четкости в понимании, что такое килобайт и кибибайт. За рубежом это устоялось уже. У нас почти неизвестно. До сих пор в ЕГЭ пишут вот такое вот странное обозначение к байту, которое вообще вне системы. В системе единицы большой буковки К вообще нет. Ну или для Кельвина. Точно не для приставки единицы измерения. Понимаете? А один мбайт это лукавство, потому что м строго мега, то есть 10 в третий. А они вот в ЕГЭ, например, по этой формате пишут кигню. То есть подразумевается, что это мебибайт. Для них есть нормальные обозначения, а именно кибр и мибр. с буковкой И. Это вот именно означает двоичные степени. 2 в десятой, 2 в двадцатой. Ясно? Все, я произнес, чтобы вы это знали. Давайте степени двойки мы прошли. Я после перерыва закончу двоичные степени. В счастливе не отдыхаем. Ну что, с Богом, поехали. Быстро переводим это число. Что это такое? Это очевидно. 32 плюс 16 плюс 8 плюс 2 плюс 1. Я могу бы еще быстрее перевести, но это уже нужно другие вещи показывать. Ну переводим, да? 2 в 8 это 1, 6 плюс 2 плюс 1 это 9. Так, одна точка. 3 плюс 1 это 4, 59. То есть это число было 59. Давайте умножим его на, что это за число? Переводим его. Это 16 плюс 5. Ну потому что это 4 плюс, а, прошу прощения, плюс 7. Нам рамки. Плюс 7. 3 единички это 7. Ну это уже, по-моему, можно запомнить. По определенным причинам. Сейчас покажу, по каким. 16 плюс 7. Вот что-то я. 23. 23. 59 умножить на 23. 9 и 3, что у нас получается? 27. Да? 9 и 3, это у нас 15. Получается 167. И что у нас? 59 умножить на 2. 2 же 9, 18. 5 и 2, 10. 118. 7. 6 плюс 8, это у нас 4. 177. Где 177? 177. А что, прошу прощения. Почему 177? 157 и 27. 27. Абсолютно верно. Ну, значит, тут тогда пятерочка. Так, пятерочка. Так, 3 и тут 1. 1357. Это тоже легко проверить. Давайте посчитаем. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый разряды. Да, десятый, это 124. Плюс 256. Плюс 64. Плюс, кто? 8. Плюс 4, плюс 1. 8, 4, 1. Собираем. 6 плюс 4, это одна десятка. Ну, или вот эти, давайте. 4 плюс, ну, 4 плюс 4 плюс 1, это у нас 9. 9 плюс 8, это 17. То есть, 7, последняя цифра, две точки сюда. 6 плюс 2 плюс 2 точки, это полная десятка. Остается пятерка. Так, точка 2 плюс точка, это 3. 1357. Результат сошелся. То есть, мы выполнили умножение правильно. Обычная система числа. Понятно? Естественно, нам-то легче запомнить в каком-то смысле десятичную таблицу умножения и работать, не переводя обычную. А компьютеру, ну, конечно, сами действия, вы видите, насколько примитивны. Поэтому программируемая логика в сумматорах и мультипликаторах компьютера, она, естественно, работает в двоичной системе числений. Поэтому, собственно, вот то, что я на самой первой лекции говорил, там, про архитектуру компьютера, там, принцип двоичности, да, вот понятно, откуда дело оно лезет. Да, потому что реально удобно вот это и вот это делать на электронных устройствах. А есть еще важная тема, короткая, но важная. Это связь двоичной и шестнадцатилличной и восьмиричной системы числений. Но я добавляю сюда еще и четверичную систему числений, и, надеюсь, это быстро будет, даст рассказать. Итак, связь двоичной, четверичной, восьмиричной и шестнадцатилличной системы числений. Это ответ на загадку. Почему, когда программисты хотят посмотреть двоичный код, они открывают почему-то хекс-эдитер, то есть шестнадцатилличный редактор. В чем причина, в чем не совпадает. Итак, давайте с вами посчитаем двоичной, параллельно в четверичной, в восьмиричной и в шестнадцатилличной системах числений. Итак, поехали. Число 0 везде 0 записывается, и 1 везде записывается как 1. Здесь на двойке происходит переполнение. Получается 1, 0. В остальных все в порядке. Там есть цифра 2. Затем 1, 1, все нормально, к младшему разряду, это прибавляется без проблем. А теперь мы видим, что в четверичной у нас дело к переполнению подошло. Переполнение. А в двоичной в этот момент тоже переполнение. Переполнение сразу в двух разрядах. Такое двойное. Что у нас получается? 0, 0, 1. Выполз туда, да? А здесь 1, 0. Заметьте, как одновременно это произошло. Переполнение двух разрядов в двоичной и одного в четверичной. А? Красота? Ну, там пока все в порядке. Да, давайте чуть-чуть дальше посчитаем. 1, 0, 1. 1, 1, 0. Здесь это 1, 1. 1, 2. 1, 1, 1. Это 1, 3. И, смотрите-ка, я специально вот эту тоненькую линию сейчас сотру ее. Ну, посмотрите, у меня здесь повторяется вся ситуация, как она была выше. То есть, если я допишу вот здесь незначащие нули слева, а не незначащие, даже если бы я трактовал вот это в развернутой форме записи числа, это что-то как-то 0 единиц и 0 десятка. Одна единица и 0, ну, вне десятка двое. Но это незначащие 0. Смотрите, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ну, понятно, что это будет, в принципе, повторяться. Можно это делать индуктивно. Помыслите и понять, что это должно быть повторяться. Значит, у меня всегда будет происходить переполнение четверичного разряда вместе с двумя соответствующими разрядами двоичными. Или, короче говоря, одна цифра четверичной системы счисления соответствует диаде цифр двоичной системы счисления. То есть, двум цифркам. Если мне нужно число перевести из двоичной в четверичную, а, мне что делать? Ну, например, вот это число в четверичной системе счисления. Ну, я допишу один незначающий 0 сюда. 1, 2, 1, 0. Это 1, 2, 1 в четверичной системе счисления. Гарантирую. Дальше. В восьмеричной все шло гладко, пока не дошло до цифры 7. А дальше дело пошло вот как. Ну, четыричная тут в этом смысле для нас уже меньше значимо. Но главное было увидеть для первых четырех цифр, а дальше увидеть в закономерах. Дальше мы только убедимся в том, что оно работает. В двоичной происходит двойное переполнение. Прошу прощения, тройное переполнение сразу. Три разряда переполнились, и цифра улетела в четвертый разряд. Это, соответственно, там 2, 0. В восьмеричной это что? Это 1, 0. Ну, это число, собственно, 8. В шестнадцатеричной мы это видим. Цифра 8. В шестнадцатеричной, кстати, да, там тоже все в порядке. Там цифр хватает. Дальше что? 1, 0, 0, 0. Я тебя сразу буду четыричную сейчас пропускать. 1, 1. Ой, прошу прощения. 1, 0, 0, 1. 1, 0. Я тут немножко разогнал все по строчкам. У меня чуть-чуть ползает. 1, 0, 1, 0. Но, по идее, надо было бы вот так строго по строчкам и соответственно написать. Это 1, 2. 1, 0, 1, 1. Это 1, 3. Дальше. 1, здесь у нас двойное переполнение. 1, 1, 0, 0. Это 1, 4. 1, 1, 0, 1. Это 1, 5. 1, 1, 1, 0. Это 1, 6. И 1, 1, 1, 1, 1. Это 1, 7. Давайте внимательно сейчас посмотрим на старшую цифру, младшую. Во-первых, можно увидеть логику повторения вот здесь. Особенно, если я напишу вот здесь еще один незначечный ноль. то становится видно, что, собственно, у меня все повторяется. 3, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, и так далее. До 1, 1, 1. А во-вторых, вот этот столбец и вот этот, это по сути таблица перевода восьмеричных цифр в двоичные цифры. Одной восьмеричной цифре, очевидно, соответствует 3. Потому что, пусть оно равно 2 в кубе. 3 двоичных цифры. Или триада. Или, короче говоря, восьмеричные и двоичные числа друг с другом очень здорово связаны. Вы поймите, представьте себе, что у вас стоит задача перевода из какой-нибудь семеричной системы в числении в какую-нибудь, там, не знаю, девятеричную. Поймите, насколько это нетривиальная задача. Вы ее, естественно, будете решать через десятичную систему числений, да? То есть вы переведете в десятичную, то есть будете что? Развернутую форму сообщества, включать метических действий. Умножаем на степени семерки, складываем в столбик, мучаемся. Потом переводим в девятичную систему числений, в девятиричную. Столбик делим, 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 вычленяем последние цифры, выписываем их задавные. В общем, куча этих мест. А теперь, если у меня тут двоичная и восьмеричная системы счисления счастья, не нужна нам десятичная в промежутке. Я беру число двоичное. Ну, я специально подлиннее пишу. Можно себе представить, сколько архметических действий, что перевести это в десятичную потребуется, да? Разбиваем на триады. Это у меня. Я эти комбинации знаю из трех цифр, знаю наизу. Это пятерка. Пять, четыре, семь, три, пять. Восьмеричная система счисления. Опа. Красота. Но эта красота продолжается дальше. В принципе, восьмеричной системе счисления можно было и ограничиться. Чем она хороша? В ней запись числа намного короче. Намного, это сколько? В три раза. То есть она для человеческого глаза воспринимается легче, потому что уж слишком много цифр. Вот смотришь и думаешь, сколько тут цифр? Что это за число? А тут как-то вот покомпактнее. Но шестнадцатеричная позволяет еще чуть-чуть компактифицировать это дело. Давайте посмотрим, что с ней, да? Еще раз говорю, тут пока все продолжалось. Восемь, девять, а десять. Одна цифра, да? Это цифра А. Одной цифрой число десять. Одной цифрой число одиннадцать. Одной цифрой число двенадцать. Одной цифрой число тринадцать. Одной цифрой число четырнадцать. и одной цифрой число 15. 15 это максимальная цифра в 16-ти речной системе числений. F. Итогу А, Б, Ц, Д, Е, Ф. Я так запомнил. Ну, А равно 10, это понятно. В можно быстро от А считать, что это 11. А посерединке, А, Ф это 15. Это тоже легко запомнить. Максимальная цифра 15, без единички 16. Запомните легко. Е это как бы не до F, без единички F. А вот с D бывают проблемы. Я запоминаю демоническое число. С десяткой. Как запомнить, что А равно 1, 0, 1, 0? 10 равно 10, 10. Опять же, чистая мнемоника, но помогает. 11 равно 10, 11. Но опять, еще раз говорю, чистая мнемоника, но помогает. Понятно, да, Логика? Поняли? 10, 10, 10, 11. Это значит, это 1, 10. 12 здесь как? Здесь математическое запоминание. 1, 1 это 3. Дописать 2, 0 это дважды до множества на 1, то есть на 4. То есть это 3, 4. 12 это 3, 4. Тут математика работает. Оно, кстати, явно видно, делится, собственно, на 2, 2 раза. Потому что 2, 0. 13, опять проблема с запоминанием. Я запоминаю так. 0, 1 это, если бы я рассматривал в четверичной системе это число, то оно бы записывалось как 3, 1 в четверичной. А как бы циферки 1 и 3 только переставлены местами. Ну, здесь понятно, здесь чисто математически это без единички F, да, а это F. F 4 единички. Давайте это же число переведем на, ну, обычно, когда в 16-ти ричную, то там точечки оставляют через каждые 4 разряда. Если не хватает ноликов, то дописывают. Слева. Слева, а не справа. Потому что справа был бы значащий 0, который все это дело сдвигает. Итого поехали. В 16-ти ричную это 5, это 9, это D, это, а, ну, оно же D. 5, 9, DD в 16-ти ричной системе счисления. То есть всего лишь 4 16-ти ричной. Чем еще хороша 16-ти ричная для кодирования двоичных чисел? Дело в том, что 1 байт это у нас 8 бит. И когда нам надо закодировать состояние 1 байта, то у нас какие возможны варианты у байта? Ну, это очевидно от 8 нулей до 8 подряд идущих единиц. Вот все возможные состояния 1 байта. Других не может быть. Так вот, у нас ровно сбывается на 2 тетрады. Я заранее поставил точечку. И могу записать, что это 0,0. Обычно 0 в 16-ти ричной перечеркивают. 0,0 в 16-ти ричной. А это FF в 16-ти ричной системе счисления. То есть байты будут записываться двухциферными сочетаниями. Понятно? Ну и забавно, что существуют такие числа, как 3D или 4D, 7D. Это все числа, да? DB. Это все числа 16-ти ричной системы счисления. Ну, вот маг, как сказать, там не знаю. C, K, D. Да, там K в 16-ти ричной системе счисления. Ну так просто, ради забавы. Вы можете взять и посчитать их числа, чему они равны в 10-ти ричной системе счисления, ради забавы. Вот. Понятно, почему 16-ти ричные используются? В языке C и C++ по умолчанию даже нет выводов в двоичную систему счисления на экран. Зачем? Все программисты это знают, наизусть знают эту таблицу и читают. Вот написано 3D. Им в 10-ти ричной это не важно. Но в двоичной это 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Понимаете? Понятно? Потому что это знаешь на памяти, просто видно. Сколько тут, там не знаю, нулей слева, ну 2. Ну, потому что у тройки, вот они 2 нуля. Понятно. В байте все. Ясно? Поэтому эту табличку желательно, ну как бы она на этом году не так, чтобы сильно нужна, но надо уметь ее по крайней мере восстановить. По памяти, чтобы можно было ей воспользоваться, да? Вот. Ну что же. Это мы все грохнули пока что на позиционной системе счисления. Я уверен, что все это дело не зря. Фундамент образовать. Теперь, собственно, давайте немножко попрограммировать вещи, связанные с системами счисления. В принципе, в лабораторной, которую вы делали уже, там была реализована схема Горнера для демонстрации цикловая. Ну, там оторвались цифры от числа. Ну, я должен это, наверное, озвучить разом. Сейчас я посмотрю. А, и еще кое-что по, собственно, литералам чисел. Попажу как упомянуть число в питоне, например, в написании выражений. Так, время наше время. Вы знаете, ускоряемся. Очень коротко. Литералы чисел. Числа целые записываются, естественно, как 1, 2, 3, 4 и так далее. По умолчанию система счисления десятичная. Это значит десятичная. Если вы хотите записать число в двоичной системе счисления, то вы пишете вначале 0, потом буквку B маленькую. B буковку. Это признак двоичной системы счисления. Лидирующий 0. Совершенно не обязательно. Сколько надо, пишите. Это значит двоичная система счисления. 0, O. Это значит 7, 6, 2, 0, 3. Ну, естественно, числа 8 и 9. Цифры 8 и 9 использовать нельзя. Это восьмиричная. Если вам надо константы в шестнадцатиричном виде, пожалуйста, 0, X, F, A, 7, 0, 3. И это шестнадцатиричная система. Понятно, да? То есть вот эта вот приставочка дает возможность писать не в той системе счисления, в какой вам надо. А если вы хотите семиричное число, скормить питону? Двадцатисемиричное. Какой-нибудь, да? Семнадцатиричное. Что делать? Можно. Но, правда, для этого вот такой вот заложенной константы нет. Это уже придется применять функцию интования над строкой. Ну, давайте какую-нибудь семнадцатиричную. Там будет буква G. Кроме F, там еще одна буква G будет, да? Я как сделаю? Я скажу, это им от. Ну, давайте какое-нибудь слово. Не знаю. Га 0, 3, F. Вот я пишу как строку, а здесь пишу база, ну, или основание. Основание системы счисления по-английски base. Base равно 17. А если нет таких цифр, которые тут вот упомянуты в этой системе числений, там какой-нибудь, я не знаю, I, копку использую Z, таких цифр нет в этой системе числений. Ну, что ж, вылетит ошибка value error. Как если вы для десятичной системы счисления попытаетесь отиндовать вот это число. Без base это будет value error, ошибка значения. Понятно, да? Вопрос в театре? Так, числа. Это целые числа. Числа могут быть записаны сразу в флот, константа флот. Для этого достаточно поставить десятичную точку, 1.5. При этом можно поставить просто точку. Это, значит, 1.0. То есть, единица, но в флот. Это флот. Литералы. То есть, объекты, ну, они понятны. Все объекты int, а не константы. Но эти все, которые временные появляются в выражении, но при желании на них можно сослаться, естественно, и тогда они сохранят. Есть возможность использовать научную форму. Ну, например, 1.5 умножить на 10 в степени 3. Это пишется так. 1.5 е 3. Это то же самое, что 1.5 умножить на 10 в степени 3. Степень обязательно целое число. То есть, вся дробность, она закладывается вот сюда. Говорят, что эта штуковина называется мантисса, а это экспонента. Хотя понятно, что это не ел. Не ел, да? Но называется экспонента, традиционное название, то есть, степень соответствующей системы числений. Вот. Ну, все, на этом хватит. Поехали дальше. Разложение числа на цифры. Итак, у меня есть число. И равно ин, ин. Хочу добыть из него цифры. Как это сделать? Следующим образом. Пока х... А, да, х можно портить. Сейчас я испорчу этот самый х. Пока х жив. Пока он не 0. Да, х только положительный. Сейчас отрицательный не осматриваю. Целое положительное число. Пока х больше 0. Диджит. Равно х процент 10. Ну, понятно, почему. Последнее. По схеме Горнера. Последняя цифра числа – это остаток при выделении на 10. Если бы я хотел двоичную систему вычисления, выделил бы на 1. Да, взял бы 2 по модулю 2. Дальше я, ну, допустим, я распечатаю эту цифру. Принт. Диджит. Тут можно делать что-то другое, естественно, с цифрой. Но потом я хочу зачеркнуть ее, то есть поделить на 10 с отбрасыванием остатка. Или х разделить равно 10. Ну, это что такое? То есть х равно х поделить на целом на 10 с отбрасыванием остатка. Все. Все. Вот она схема Горнера. Точнее, не схема Горнера, а перевод из 10. Не важно, сколько личной системы. На самом деле, хранится оно в двоичной. Но это не важно. Я беру остаток при линии на 10. Принт его печатает цифру в десятичной системе исчисления. Так что все. Кстати, можно ли пользоваться другими системами исчисления при распечатке? Можно, но сейчас… Ладно, покажу. Как распечатывать числа в другой системе исчисления. Вот я вот взял инт из 17-ти речной системы исчисления. Давайте распечатаем стандартные. Сейчас не буду. Стандартными являются десятичная, двоистая, восьмеричная, шестнадцати речная. Те, которые упоминались. Четверичная, кстати, не является стандартной. Она обычно не испортится. Как это сделать? Мне необходимо распечатать строку, которая будет возникать в результате форматирования специфическим образом. Я упоминаю форматная строка, это специфический микроязык. Процент. Если я пишу D, это децимал. Это децимал. Я в эту строчку подставляю число. Это децимал. Но это по умолчанию и так будет, поэтому мне это обычно не надо. Ну, правда, я могу воспользоваться такой забавной штучкой, например, 3D. D, это никакая не трехмерная реальность. Это значит, что писать в три символа любое число, если оно в них помещается. Если не помещается, то, конечно, там будет больше символов. Да, если там х, это тысяча такой. А если он меньше, то, например, пятерка будет распечатана вместе с двумя предыдущими пробелами. Это для выравнивания может быть использовано. А с десятичной уберем систему исчисления. Давайте с вами. Х процент. Х. Это что? Шестнадцатиричная система исчисления. Процент. О. Это, еще раз говорю, это внутри строки. Это внутри строки формат, в который будет подставляться вот этот вот Х. Это восьмеричная система исчисления. Да, шестнадцатиричная, восьмеричная. И процент, по-моему, B, собственно, это двоичная система исчисления. Туда опять же выводить. Есть всякие тонкости. Можно почитать про операцию формат, форматирование строки. Про тот самый процент. Но сейчас нас это не волнует. Давайте, собственно, с размножением числа на цифры. Ясно? А теперь я, пользуясь тем, что вот в этот момент у меня есть цифра, я хочу с этими цифрами что-то поделать. И мы с вами начинаем, собственно, на нашем решение в мир циклических алгоритмов. Так. Ну, ладно, я уже буду пользоваться полной чистой доской. Первые алгоритмы, с которыми мы будем с вами знакомиться, называются однопроходные. Однопроходные алгоритмы. Это значит, что данные обрабатываются за проход. Запоминать все эти числа не надо. Количество операций, ну, как их, короче говоря, не нужно дополнительной памяти. Не надо все запоминать, долго анализировать потом. Они делаются как бы на лету. Их особенность в чем? У вас была последовательность чисел, а вы из нее получаете одно число. То есть некая статистическая выжимка. Так, поехали. Это подсчет. Это сумма. Ну, естественно, произведение. Так, и... И пока достаточно. Пока с вас достаточно. Для того, чтобы подсчитать числа, нам требуется в эту статистическую выжимку как-то проанализировать. У нас есть... Давайте для последовательности... Вот сейчас мы рассмотрим какие-то варианты. Пустая последовательность. То есть ни одного числа. Ну, например, в данном случае, х равен нулю. Мы не входим в цикл, ни одной диджит нам не попало. Возможно такая ситуация? Возможно. Ну, вот здесь вот сейчас у меня будет какой-то принт какого-то summary, да? То есть вот какой-то статистической выжимки. Вопрос, что тут печатать, если х равен нулю? Там как бы цифр нет. Ну, как ноль, в принципе, да? Но вот по сути диджит ни разу не будет получен. Пустая последовательность. Одно число. Давайте я вот это вот уберу. Одно число. И давайте, собственно, n чисел. Итак, когда у нас последовательность пустая, то n, я обозначу именно так, равно нулю, понятно, да? Когда у нас одно число, ну, понятно, n равно 1. Когда суммируется n чисел, то я тут, ну, давайте, и чисел. Давайте так, и, чтобы отвечалось от буковки n. Чему равен n и 3? Чему равен n и 3? Очевидно, что количество чисел на итом шаге равно количеству шаг и чисел на и минус первом шаге плюс единичка. То есть, переход от количества к количеству, естественно, прибавление в единички, да? Когда я переведу это на язык программирования, это будет значить, что n плюс равно 1. Потому что я буду одну и ту же переменную. Это я как бы и 3 шаг, и 3 цикла пишу, да? Математически. А в данном случае я действие. Какое действие? Я беру из свой счетчик увеличиваю на идиничку. Когда последовательность была пустой, n равнялся 0. То есть, я могу сделать как? Я вот сюда вставляю n равно 0. Изначально считая последовательность пустой, n равно 0. Дальше, когда диджит у меня появился, я не буду его печатать, я вместо этого напишу n плюс равно 1. Пришла цифра. Я посмотрел на нее, но реально я ее никак не учитывал, потому что я тупо прибавил единичку и все. Посчитал ее и распечатал, собственно, этот самый n. Я знаю, сколько цифр в числе. Но только надо понимать, что у 0 в данном случае будет 0 цифр. Сумма. Для одного числа понятно, что... Давайте я буковкой s обозначу, что s равно, собственно, числу. Давайте я его x-ом назову. Да? Понятно. Но у меня там это, правда, будет диджитом, да? Потому что я диджит прибавляю. И x – это глобальное число, из которого я цифры вытаскиваю. А здесь у меня x как бы очередной. x первого, да? При переходе сумма итая равна сумме всех предыдущих чисел s и минус 1 плюс этот самый x и ты. Логично? Или на языке программирования это будет выглядеть как s плюс равно x. В моем примере это будет выглядеть как s плюс равно диджит. Потому что я тут не x, а диджит и суммирую друг друга, да? То есть я генерирую последовательность цифр при помощи x и их одолевирую. То есть s – это сумма цифр. В десятичной системе числений, да? Я могу распречатать не только n, но и сумму. Правда, возникает вопрос. А как начать? А какова сумма нискольких чисел? Чему равна сумма нискольких чисел? Количество нискольких чисел равно нулю. Это понятно. А сумма нискольких чисел? Если честно, она ничему не равна. Но чисто, как сказать, ради простоты алгоритма мы можем доопределить. И сказать, давайте будем считать, что сумма нуля чисел равна нулю. Это вроде бы не противоречит здравому смыслу. Можно так доопределить эту статистическую функцию и сказать, что сумма нуля чисел равна нулю. Ну или давайте s – ноль равно нулю. Да? Ясно? Ну, я тебе как это зовут? n первая, как тест первая. А если я хочу подсчитать, ну да, n равно s равно нулю. А если я хочу подсчитать произведение чисел? Ну, очевидно, что произведение одного числа, самого по себе, да, p1, production, от слова production, p1 равно x1, это понятно. И очевидно, что p1 равно p и минус первому, то есть произведение всех предыдущих чисел, домножить на x и ты, да? Или p, если на языке программирования, p умножить равно x. Ну, это понятно. А начальное p0 равно нулю? Ну, понятно, что если я так сделаю, то при очередном домножении у меня будет все время получаться ноль, и в итоге получится ноль. Чему равно произведение нуля чисел? Вы понимаете, я специально все это ломаю в мозг, чтобы вы понимали, что это тоже доопределение. Сумма нуля чисел тоже не ноль. Она ничему не равна. Но мы можем доопределить эту функцию, расширить ее на нулевую, на пустую последовательность, в которой нет элементов. Таким образом, чтобы вот эта вот индуктивная формула, индуктивная формула, то есть переход, да, в этой формуле, собственно, вот эта вот штуковина, называется индуктивная функция. Так вот, чтобы эта индуктивная формула у нас работала, начиная с пустой последовательности. В этом случае мы доопределяем это дело единицей тупо, потому что так работает. Потому что мы ставим первым элементом как бы один для пустой последовательности, а то домножаем, 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 и так. Поэтому p равно один. Здесь я допишу еще p домножить равно диджит. И таким образом я могу простейшую статистику вытащить. Так, не забываем x поделить на 10, отбросить его в последнюю цифру. Таким образом я могу знать количество цифр, сумму цифр, произведение цифр. И, ну, можно с этими числами уже поиграться, и, например, напечатать среднее арифметическое. s разделить на n среднее арифметическое. В прошлом году я баловался и доказывал возможность однопроходным алгоритмам вычислить среднеквадратическое отклонение. Потому что, по идее, формула среднеквадратического отклонения, ну, физическая ошибка случайная, да? Знаете ли, да? Дисперсия, она чему равна? Она равна... Точнее, дисперсия, она без корня. Ну, давайте я так и напишу, да? Как-то там формула... Я не помню ее название, я давайте просто буквой D называю. Не дисперсия. Дисперсия, там она с поправочками. Корень из чего? Сумма отклонений хит минус... Прошу прощения. хит минус х среднее в квадрате поделить на n. По всем числам. Но при этом х среднее нам уже надо знать. То есть нам нужно первым проходом найти среднее число, то есть s поделить на n, а потом уже еще вторым проходом собственно, вычислять эту сумму квадратов отклонений. На самом деле, если аккуратненько раскрыть вот эту штуковину, да, раскрыть эту сумму, собрать ее там по... С суммами повозиться. Чуть-чуть, но я не буду этого показывать. То можно обнаружить, что эта штука, она равна, по сути... Ну, есть такая штука усреднение, да? Квадрат среднего минус среднее... А, прошу прощения, наоборот, по-моему. Среднее квадратов минус квадрат среднего. Да, вот именно так. Среднее квадратов минус квадрат среднего. И то, и то можно вычислять за один проход. Так, задержимся на минутку. Я вам еще должен кратенько рассказать про логические операции в питоне и про числа фибоначи. Логические операции в питоне. Очень коротко, потому что подробно про это будет. Логические операции. Это операция end. Это операция or. Это операция not. Ну, и есть еще одна. Операция xor. Это логические операции. Они действуют над логическими значениями. Соответственно, это соответствует и, или, не. А это исключающее или. Подробно потом. Считаем, что условно логику изучили. Для нас этого пока достаточно. Описание простых функций. Вам понадобится это дело на лабораторной работе черепашка. В принципе, там будет описание. Я уже есть даже, вроде бы, мог писать, как описываются функции. Def говорит, что сейчас появится функция. F, а дальше перечисляется параметр. Ну, например, x. И я могу вот этой функции что сделать? Ну, например, что я могу сделать? Ну, вот, например, вот этот алгоритм туда погрузить. Ну, или просто распечатать этот самый x в степени 3. Но более того, из этой функции можно вернуть значение. Return, ну, например, x в квадрате. Вот она напечатала x в кубе, а возвращает x в квадрате. Вот это вот print never. Как вы думаете, почему я never написал? Потому что это не выполнится никогда. Эта инструкция находится после инструкции return. Она чисто синтаксически здесь правильно находится, она с отступом, все нормально, она в теле функции, но не выполнится никогда. Потому что этот return, он выходит из функции. Я эту функцию могу использовать сколько угодно раз. Ну, например, print f от 1, запятая f от 5, запятая f от 7. И перед тем, как он напечатает мне 3 квадрата этих чисел, он успеет принтануть мне единицу в кубе, пятерку в кубе, семерку в кубе. Потому что функции эти вычислены должны быть до того, как будет вызвана функция print. Но это простая вещь. Опять же, про функции будет много и подробно. Но, в принципе, простые функции, вы должны понимать, как они работают. Они что-то делают и при этом могут еще и вернуть значение. Never ни разу не появится. Так, про функции кратко рассказал. Ну, последнее. Давайте числа Фибоначчи в самом простом варианте. Числа Фибоначчи. х, а давайте так, ф 0 равно и ф 1 равно. Нулевое число Фибоначчи равно нулю, первое число Фибоначчи равно 1. Мне требуется n-тое число Фибоначчи. Что такое число Фибоначчи? Это такие числа, которые равны сумме двух предыдущих чисел. Поэтому я буду делать таким вот образом. For i in range. Итак, мне требуется n-тое число Фибоначчи, а у меня есть сейчас первое число Фибоначчи. Первое мне вычислять уже не надо. То есть первое вычисляемое, оно будет у меня вторым. In range 2, n. То есть если n меньше 2, то как бы то еще есть будет. Теперь что я буду делать? Я буду говорить f1, f0 давайте наоборот, f0, f1, прошу прощения, f0, f1 равно чему? f нулевое это предыдущее число Фибоначчи к текущему. f1 это предыдущее число Фибоначчи. Я хочу сейчас вычислить новое число Фибоначчи и положить его в текущее, в f1. Значит, f1 уходит в f0. Помните, обметы ременных я писал? То есть это f0, оно пойдет вот, ой, прошу прощения, f1. Оно пойдет в значение f0. f0 стирается при этом, но оно стирается только после того, как вычислиться вот это выражение. А здесь я напишу f0 плюс f1. То есть у меня в начале вычислится сумма двух старых чисел и старое число f1 запомнится, да? И они парочкой зайдут в f0 и f1. Таким образом, я просто печатаю в итоге f1 и я узнаю n-то число Фибоначчи. Правда, этот маленький алгоритм не будет работать для f0 любого, но сейчас это не принципиально. Число Фибоначчи это вообще-то про кроликов. Ну это уже какие-то иди, сами посмотрите. Но число Фибоначчи тоже еще вернутся к нам, собственно, на лекцию. Спасибо, на этом все. Спасибо.